Партнер программы Ресторан Барашек. Здравствуйте! Вы смотрите самое масштабное реалити-шоу «До и после». Сейчас вы увидите интересное преображение обычного преподавателя английского. Ее зовут Джупара, ей 60 лет. Генеральный партнер нашей программы – Ресторан Барашек. Ресторан с самым изысканным меню. Легендарное место, которое должен посетить каждый. Наша новая героиня Джупара. Преподаватель английского языка в Национальном университете. Джупара так же молода душой, как и ее студенты. В преддверии своего юбилея Джупара Кадролиевна очень хочет выглядеть моложе. Кто же ей в этом откажет? Тем более, что она теперь в проекте. Джупара, добрый день! Я рада приветствовать вас в реалити-шоу «До и после». Давайте пожмем друг другу руки, как знак того, что все последующее время вы будете доверять нам. Обязательно. Спасибо большое за доверие, за то, что вы пришли в наш проект. Скажите, с какими вопросами вы пришли к нам на проект? Что бы вы хотели в себе изменить? Ну, видите, дело в том, что я тонкокосная, благодаря своему дедушке и папе. То есть худощавой, астанического типа. И всегда выглядело хорошо. И после того, как у меня сын женился, я стала бабушкой, я стала чувствовать на себя вот эти негативные влияния возраста. То есть кое-что потекло, кое-что поплыло. То есть есть недовольство собой, так сказать. Сколько вам лет? Мне 59. В этом году у меня юбилей. Обалдеть! И я хочу выглядеть на 20 лет моложе. Вы хотите выглядеть еще лучше, правильно? Конечно. Я думаю, что мы сможем помочь вам. Помогусь. Чем вы занимаетесь в жизни? Я преподаватель. Преподаю в нашем национальном университете, оно его имело было соглашено, на факультете международных отношений. Преподаватель английского языка. Значит, вы работаете с молодежью, вы работаете со студентами. Да, да. Это на чем-то уже, да, каким-то уволом? Да, молодостью. Когда приходишь, подходишь к зеркалу, видишь все этот негатив возраста, ну, хочется. Хочется быть моложе. Как у вас обстоят дела с личной жизнью? Ну, у меня двое детей. Сын женат, дочка замужем. И три внучки, старшие внучки, 16 лет. Младше полтора годика. Вы шикарная бабушка, я вам могу сразу сказать. Но мы приложим все усилия и сделаем все, чтобы наши эксперты постарались и сделали вас еще красивее, еще моложе. Уважаемые эксперты, добрый день. Я рада приветствовать вас снова на нашем реалити-шоу «До и после». Хочу представить вам нашу новую героиню. Я зовут Джапара. Меня зовут Джапара. Мне 59 лет. В этом году у меня юбилей, 60-летие. Для меня это прекрасный шанс попасть в руки таких прекрасных мастеров. Я думаю, что чудо свершится. Я буду на 10 лет моложе, а может и больше все в ваших руках. Я хочу, чтобы Дмитрий Сергеевич первый посмотрел на вас и посоветовал вам что-то. Более детально, я думаю, скажу на консультации, когда мы вас рассмотрим, вы будете без макияжа, делаем вам зеркальце, и мы с вами обсудим подробно, что мы можем с вами делать. А сейчас скажу, что, как вы сказали, у вас будет юбилей. Я думаю, что мы сделаем юбилей не 60, а 50 лет. Макс Комаров поработает с вами и, наверное, каким-то образом окажет влияние на ваш внутренний мир. Здравствуйте. Меня зовут Максим. И мы с вами встретимся, я думаю, проведем консультации и какие-то ваши сложные, может быть, запутанные ситуации разберем и попробуем внутренний мир как-то расставить, более для вас понятно, чтобы было. Асель, как тебе кажется, выглядит ли Джапара на свой возраст? По стилю возрастной имидж у нее классика и плюс будем смотреть. Татьяна, скажите, пожалуйста, что вы думаете об имидже нашей героини сейчас и о том, какой вы ее видите в будущем? Ну, в принципе, сейчас то, как она выглядит, в моих глазах она неплохо выглядит, очень даже действительно, как преподаватель, как подобает статус ее. Но хотелось бы более современности. Я вас представляю с более короткой стрижкой. И я думаю, что в плане макияжа, вот я смотрю, вы такой классический стиль выбрали для себя, алые губы, не сильно накрашенные глаза. Макияж будет у нас выглядеть совсем наоборот. Окей, хорошо, мы все увидим в скором времени, насколько Джапара изменится. Джапара, спасибо большое. Я думаю, скоро все встретимся. Спасибо. Дмитрий Сергеевич Прокопьев, наш пластический хирург, принимает в медцентре медакадемии и оперирует тоже там. Джапара уже была его пациенткой раньше. Он сделал ей верхнюю и нижнюю блефаропластику. Попав в проект до и после, Джапара снова встретилась с нашим молодым, но очень талантливым хирургом. Поэтому, для того, чтобы закрепить результат омоложения и продлить эффект, Дмитрий Сергеевич ставит героине нити Аптос Лайт Лайф Тренд 2G, которые не только держат овал лица, но и создают эффект лифтинга, а также влияют на качество кожи. Кроме того, после введения нитей Аптос реабилитация длится всего 2-3 дня. После этого наша героиня готова к дальнейшим преобразованиям. Сегодня наши пациентки Джапари выполнили верхнюю блефаропластику с растяжением протерзальной части кожи, нижнюю трансконъективальную блефаропластику для удаления грыж. Также выполнили операцию липофилинга, заполнение носослезных борозд, носогубных складок в области средней третьей лица. Установили нити Аптос для коррекции носогубных и коррекции нижней третьей лица, то есть овала или коррекции брыли. Пожалуй, впервые в реалити-шоу до и после у героини настолько сильная поддержка. Мы приехали на урок английского языка в Национальный университет. Однако ощущение, что вместо этого попали в старинный английский театр с исполнением пьесы Ромео и Джульетты на старом английском. Но в современной трактовке. Несмотря на присутствие камеры, актеры, они же студенты, справляются с волнением и старательно играют свои роли. Все для того, чтобы их любимый преподаватель Джипара Кадыролидна осталась довольна. Это смотрится и трогательно, и мило одновременно. И мы понимаем, что в этом преображении не имеем права на ошибку. Есть большая вероятность, что мы еще встретимся с этими замечательными ребятами на самом финале программы. Джипара, добрый день. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я хотела бы еще об одной проблеме поговорить. Можно, да? Перфекционизм. Ну, я бы не сказала, что он в такой острой стадии, но временами оно меня мучает. Один из последних таких ваших ярких, да, то, что вы можете сейчас... Ну, это тренинг, который я делаю для преподавателей. То есть, так как я по своему опыту считаюсь одной из опытных преподавателей, на меня постоянно что-то, значит, ответственность накладывает, возлагает какую-то ответственность. Ну, все как бы определенно идет с детства. Ну, я помню, когда я вообще была маленькая, меня отругали за почерк. И я целую неделю довела до совершенства. То есть, у меня сейчас каллиграфический почерк. Как думаете, что будет, если... Ну, будет фломастер не тот. Там, ну, что-то будет не то, не по вашему сценарию. Трагедии не будет, я думаю, но я, видите, вот... Чего вы боитесь, я хочу вот это, наверное, услышать. Именно страх чего? Это непринятие... Страх про, как сказать, не то, что непринятие, осуждение. Человек начинает наворачивать, и себя уже он не принимает. Есть определенная какая-то часть, возможно, там, планка. То есть, и стремление к этой планке, но допрыгнуть до нее практически невозможно. Потому что я нахожусь на этом уровне, а эта планка намного выше, и все время я стараюсь. Ну, чувство, я немного успокоилась. Как вы сейчас? Да, да. Ну, это для меня, как сказать, для размышления. Здравствуйте, Джипара. Меня зовут Диана. Очень рада видеть вас у тебя в кабинете. Я вижу выраженные носогубные складочки, опущенные углы рта. Это гравитационные изменения, это возрастные изменения. И в данном случае очень хорошо отработает методика введения филеров на основе гиалуроновой кислоты. Я вас попрошу нахмурить межбровную зону. Можете в гипертонусе находиться. Поднять бровки вверх. Причурьте глазки, как будто на солнышко смотрите. Тоже есть небольшая морщинистость, усиленные лапки так называемые. Множество мелких морщиночек, особенно на зоне шеи мы видим. В данном случае можно совместить, все сделать в один день, нет никаких противопоказаний. Для бери-витализации мы будем использовать препарат Аквашайн. Он содержит в себе 54 компонента на основе гиалуроновой кислоты, микроэлементов, ферментов, пептидов, аминокислот. Все, что нужно для регенерации зрелой кожи. Настроение Жепары уже гораздо лучше с тех пор, как она пришла в проект до и после. Поддержка студентов и сеансы нашего психолога делают свое дело. А врач-косметолог клиники Дива Эффект Диана Курбанова теперь дождалась Жепару и у себя. Для того, чтобы сделать ей биоревелитацию препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Несколько мгновений и все становится на свои места. Сейчас я буду использовать препараты на основе гиалуроновой кислоты. Это филеры. Гиалуроновая кислота здесь более плотная. И эти препараты используются для заполнения морщин и складочек. Часть процедур делается также для разглаживания морщин, увеличения объема губ и носогубных складок. Диана Курбанова хорошо знает свое дело. И ювелирно совершает все манипуляции для того, чтобы наша джепара стала моложе и радостнее. С каждым днем, который она проводит в нашем проекте. Это вообще нормальная реакция. Видите, такие они объемненькие. Это реакция вашей ткани на имплант. Но морщинка скомпенсировалась, да, вы видите, джепар. Что морщинки нету, она хорошо скомпенсировалась, углы рта. Инъекции ботокса, они сразу не срабатывают на 3-14 день. Мы ждем 2 недели и смотрим. Сегодня мы работали с джепарой и решили одномоментно выполнить несколько процедур. С целью увлажнения сухой и обезвоженной кожи в области лица и шеи мы использовали биоревитализацию препаратом Аквашайн. С целью снятия гипертонуса в области межбровной зоны, лба и зоны вокруг глаз мы использовали ботулинотерапию. Для заполнения носогубных складочек и увеличения объема губ мы использовали филер на основе гиалуроновой кислоты компании Ривофил. Мне было очень приятно работать с джепарой. Она очень контактная и она доверилась мне как специалисту. Также я дала ей рекомендации по домашнему уходу, как правильно ухаживать за кожей, какие крема использовать. И если она будет все соблюдать, она будет выглядеть просто великолепно. Добрый день, Чапара. Я рада видеть у нас в салоне. Салон красоты звезда. Меня зовут Татьяна Севастьянова. Я руководитель студии, мастер по перманентному макияжу. Здравствуйте. Перманентный макияж подчеркнет работу врача-косметолога. И поэтому мы сможем изменить и контур, и цвет. Со временем, с возрастом, к сожалению, наши формы меняются и контуры губ меняются. Поэтому перманентный макияж – это выход и альтернатива декоративной косметике в повседневной жизни. Хотелось бы сделать брови, так как у меня лицо после процедур медицинских и немножко поменялось. Я бы хотела подправить свои брови. И хотелось бы сделать губы, потому что косметолог мне порекомендовал сделать их немножко попышнее, если это, конечно, возможно. К финалу проекта Джипара приходит на завершающий этап – процедуру перманентного макияжа в студии «Красоты звезда». Здесь Татьяна Севастьянова с радостью приветствует участницу реалити-шоу «До и после» и предлагает ей сделать перманентный макияж бровей и губ. В итоге все будет выглядеть натурально и абсолютно естественно. И, пожалуй, это главное правило нашего специалиста Татьяны Севастьяновой. Через несколько десятков минут общего времени процедуры Джипара предстанет уже в другом обличии. Дипара, сегодня мы вам сделаем перманентный макияж губ. Что такое перманентный макияж губ? Это красивые губки и днем, и ночью, и на пляже, и в бассейне. Прежде чем приступить к процедуре, мы должны вам подобрать цвет. Вот, например, это холодный оттенок немножко, да, он тоже, потому что цвет лица и кожи у вас имеет теплый оттенок. Для того, чтобы подобрать губки, мы приложим, и вы посмотрите в зеркало. Я уже вижу, что он вам подходит. Да, но для разнообразия мы приложим еще несколько цветов. Для того, чтобы соблюсти ваш образ, такой яркий цвет, он придает немного вульгарности, что не есть хорошо при перманентном макияже. А советую вам вот второй вариант, потому что с возрастом и со временем, да, губки у нас холодные. Татьяна обрадовала нашу героиню по отборам макетных губ в разной цветовой гамме. Так цвет губ еще никто не выбирал. Осталось только их набить. Больно ли это? Татьяна использует анестезию, и ее клиенты абсолютно ей доверяют, как и наша героиня. Благодаря клинике Эстет и нашему проекту у Джипары есть хорошая возможность вернуть улыбку своей молодости. Потому что стоматологи – это врачи, для которых эстетика важна так же, как и для косметологов. Впрочем, работа одних зависит от работы других. И в результате здесь все стремится к омоложению пациентки. И именно так, с таким условием и энтузиазмом, над улыбкой Джипары работают стоматологи клиники Эстет. Надеемся, что наша пациентка останется довольной. Меня зовут Жукова Ольга Геннадьевна. Я работаю в клинике студии Эстет врачом-терапевтом. У героини Джипары была реставрация на верхних зубах и патологическая стираемость на нижних зубах. Сначала мы порекомендовали ей сделать профессиональную чистку зубов, затем отбеливание и после этого уже сделать реставрацию. То, что мы провели такую работу с Джипарой, я так думаю, что сыграло не последнюю роль в ее внешнем виде. И на самом деле она стала выглядеть еще моложе, чем она выглядела до прихода к нам. Предварительно стилист проекта Зухра Табалдиева зашла в бутик Элли на втором этаже торгового центра ГУМ. Для того, чтобы подобрать два повседневных образа для Джипары. Элли – это бутик итальянской одежды по очень демократичным ценам. Для пошива этой одежды используются только натуральные ткани – лен, хлопок, шелк. Все подчеркивает близость к природе и актуальный сегодня эко-стиль. Здравствуйте, Джипара! Здравствуйте! Ну, я посмотрела видео о вас, мне так немножечко представление составило, но все-таки я хочу, чтобы вы рассказали мне о себе. Вы знаете, я преподаватель, преподаватель вуза. У нас есть определенный дресс-код, к которому нельзя отклоняться. Поэтому вот серое, черное, коричневое, то есть абсолютно такие спокойные тона. В целом мне нравится ваш образ, он такой классикой, ну, я сама люблю очень классику. Но я хочу сейчас на базе вашей одежды преобразить вас так, чтобы вы себя даже не узнали. Ну, я предлагаю вам поэкспериментировать. Я выбираю вам вот такую джинсовую куртку и вот такие джинсовые босоножки небесно-голубого цвета. И предлагаю вам сейчас все это одеть. С удовольствием! Мои студенты будут в восторге! Ну, как вам образ, Джипар? Ну, интересно. Ну, пятерку поставите мне? Шестерка. Ну, я сейчас дальше буду заслуживать свою оценку. Хорошо, посмотрим. Тут еще есть в запасе для вас два образа. Я продолжаю зачет свой нарабатывать. Но пока вернемся к тому, что я видела в видео, что у вас есть внуки, что вы бабушка. А я считаю, что для женщины все-таки главное быть женщиной. Это семья, дом, дети, внуки. Поэтому мой первый образ будет для того, чтобы вы комфортно себя чувствовали на прогулке с внучками. Но в то же время оставались модной, стильной штучкой. Ну, пошла я зарабатывать свою оценку. Здорово! Здорово! Надо посмотреть, как это будет сидеть на мне. Как я вам... Зеркало, 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 зеркало. Очень нравится. Комфортно, удобно. Но я еще не закончила. Мне еще нужно очки вам поменять. Ну, интересно, интересно. Неожиданно. Я никогда такого не носила. Если я тут для семьи постаралась, так сказать, то теперь я постараюсь для ваших студентов, наверное, больше для ваших коллег, чтобы они там завидовали вам немного. Для работы. Для работы. Я жду, жду вашей реакции. Жду, 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 жду. Ну, это, 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 это даже не шестерка, это 10. Ну, на работу и так можно? Ну, я думаю, да. Вы знаете? Надо поменять. Вы знаете, я хочу поменять вашу оправу. Сейчас я вам дам одну оправу для жизни, как говорится, а другое для солнца. Ну, это интересно. Они сочетаются. Да, они действительно вкусные. Вот. Это та самая легкая оправа. Ну, ну, я очень довольна. Я очень довольна вашей работой. Действительно, очень хорошая работа, красивая. Я думаю, что я буду обязательно это все носить. Я постаралась, я старалась как могла. Я надеюсь, что хоть, Долик, вы так увидели себя немножко другой, немножко новой, немножечко яркой. Я уверена, что вы такой были. Ну, а финальный образ вы увидите уже в конце. Увидимся там. Когда я познакомилась с Джипарой, мне было очень тревожно ее одевать. Это преподаватель. Очень консервативный, очень строгий. Я мало того, что одевать ее боялась, я боялась с ней рядом разговаривать. Но я поняла, знаете, когда я с ней познакомилась, что за всей вот этой вот строгостью, за всем этим консерватизмом скрывается очень стильная штучка. Вот я помогла вот этой стильной штучке немножечко проявиться снаружи. Немножечко в клатче, немножечко в туфлях, немножечко в босоножках. Но чтобы это было проявлено, чтобы это не было скрыто внутри, чтобы это было видно и другим людям тоже. И вот почти все этапы омоложения Джипары пройдены. В день финала она в гостях легендарного салона InStyle. Попасть в руки мастеров салона InStyle мечтает каждая героиня проекта до и после. Майя Лим, мастер салона, готовит волосы Джипары к окрашиванию. Сначала она осветляет их, потом тонирует в натуральный шоколадный оттенок. Весь финальный образ Джипары будет основан на образах голливудских див, прогуливающимся по красным дорожкам кинофестивалей, у которых короткая стрижка, такая же, как и будет у Джипары. Ну а далее визажист Ксения Соловьева также старается подчеркнуть молодость нашей героини. Буквально несколько умелых взмахов руки, и Джипара через несколько секунд предстанет перед экспертами программы совершенно в новом образе. Здравствуйте, уважаемые эксперты! Я снова рада вас приветствовать на проекте до и после. Мы сегодня на финале нашей героини Джипары. Никто не видел, никто из вас не видел пока что. Джипара тоже сама себя не видела. И поэтому буквально через секунду я хочу пригласить Джипару, для того, чтобы вы посмотрели, насколько сильно она преобразилась. Допустим, я считаю, что это одно из самых сильных преображений вообще в истории проекта. А Джипара на самом деле стала выглядеть сногсшибательно, по моему мнению. Давайте попросим ее выйти сюда. Джипара, пожалуйста! Проходите! Да, никто даже не ожидал, что вы сейчас выглядите на 10 лет моложе однозначно. Хочу напомнить, дорогие друзья, что Джипаре скоро исполнится 60 лет. Она мама, она бабушка, она преподаватель. Вот, и, наверное, Джипара сама хочет на себя посмотреть в зеркало. Правда, Джипар? Давайте руку, я проведу вас. А потом уже эксперты свои скажут оценки. Джипара, подойдите ближе к зеркалу и смотрите на себя. Супер! Просто неожиданно, никогда такой не была. Это Голливуд, красная дорожка. Правда? Подходите ближе. Шикарный макияж, прическа, все подобрано. Это просто шикарно. Сколько вам лет сейчас? Ну, выгляжу я шикарно. Насколько лет судить, наверное, вам и зрителям, но чувствую я себя на 20 лет моложе. Героиня проекта «До» и «После» Джипара. 60 лет. Преподаватель английского языка в Национальном университете. Она все так же молододушной, как и ее студенты. За время проекта ей сделали пластическую операцию, косметологические процедуры, перманентный макияж, стоматологические процедуры. Провели подбор одежды, сделали окрашивание волос и макияж. И сегодня на лице Джипары нескрываемая радость. Мы очень надеемся, что Джипара будет чувствовать себя еще более счастливой после завершения очередного этапа проекта «До» и «После». Дорогие эксперты, ну, ваши комментарии по поводу того, как выглядит Джипара, я жду. Я боюсь, что у меня начались проблемы со зрением, но я не дам больше 35 лет Джипаре. Мне пора тоже к Диме. Наш психолог Максим Комаров работал с Джипарой и в кадре, и вне кадра. А может быть, какие-то воспоминания об этой работе. Мне нужно, чтобы ваш внешний вид соответствовал внутренним вашим миром, и чтобы вы подружились, и вам было комфортно теперь себя проживать и внутри, и как вы выглядите теперь снаружи. Джипар, может быть, кого-то особенно вы хотите отметить из экспертов, или всем сказать спасибо? Я хочу всех отметить, потому что это грандиозная работа экспертов. Начнем с Дмитрия. Это человек действительно кудесник. Это волшебник, который делает людей красивыми. Потом я была у Дианы. Диана – это вообще фея со шприцом, но она имеет очень легкую руку. Я абсолютно не почувствовала боли. Ну, Зухра, она немножко на меня похожа, честно говоря. Такая же скурпулезная, пунктуальная, относится к деталям просто... К каждому-каждому шагу она относится очень ответственно. Ну, и Максим, ведь внешняя красота и внутренняя красота, если человек даже некрасив, но если он светится снаружи, то он все равно красив. Такие работы, они не случаются на раз, и поэтому они, вектор движения выбран, и по нему теперь, как бы, Дипара будет идти, и я надеюсь, все будет классно. Когда ты что-то делаешь, и ты получаешь сразу хороший результат. Вот, Дипар, с вами так и было. Каждая наша процедурка, она приносила нам вот хороший результат, видимый сейчас, и завтра, и послезавтра. Я хочу еще спросить вас, Дипара, вы же пришли не одна сегодня, с вами пришли ваши друзья, ваш муж, ваши студенты. Можно пригласить кого-то из них? Спасибо. Здесь еще ваш муж и ваша подруга. Давайте их пригласим. Давайте. Проходите. Боже мой. Ей, у меня ощущение, что опять на 76-й год пришли. Мы встретились. Работа прекрасно проделана, очаровательная. Я боюсь, что сегодня внучки тебя не узнают. У нас сегодня юбилей практически. Нет, серьезно, это потрясающая работа. Мне очень понравилась, изумительная работа всех экспертов. Конечно, очень большие изменения. Очень изумительная работа. Такая огромная работа. Спасибо вам всем. Мы закончили еще одно преображение. Поздравляю вас. Ура! 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 Я уверена, теперь не каждый поверит, что нашей героине Джипар 60 лет. Это действительно удивительное преображение, и благодаря нашим экспертам оно состоялось. Генеральным партнером реалити-шоу «До и после» является ресторан «Барашек». Это легендарное место, которое должен посетить каждый. Меня зовут Ольга Че. Если вы тоже хотите участвовать в нашем проекте, пишите на этот электронный адрес. Я уверена, у вас получится. Партнер программы «Ресторан Барашек».